Прежде всего, выполняя пожелания Екатерины Микауны вчерашней, я постараюсь определить связь между моим сюжетом и генеральной темой конференции региона Российской империи. Я занимаюсь исторической гурбанистикой, я изучаю город во всех его проявлениях, и прежде всего, конечно, я изучаю историю русского города, русского города эпохи Российской империи, наиболее внимательно. Так вот, с этой точки зрения, я должен сказать, что, вспоминая выступление уважаемого Егора Александровна вначале, город тоже может рассматриваться как регион. За примером далеко ходить не надо, мы находимся в Москве, которая является регионом Российской Федерации, а с точки зрения некоторых даже государств, в государстве имеют такие признаки. В современной географии есть понятие мегалополецов, которые складываются на основе городов и так далее. Что касается истории России, истории русского города, то, опять же, русское государство, оно отставало по уровню организации от стран Западной Европы всегда, но, тем не менее, и в древности оно сложилось на основе городовых областей, как об этом писали еще в истории 19-го века. Потом был удельный период и борьба гнязей за города, прежде всего. Затем был период московский, когда в приговорах земских соборов звучали мысли о том, что городу без уезда быть невозможно, то есть связь города с прилегающей местностью. Ну и, наконец, Российская империя, в которой выстраивается четкая административно-территориальная система, соверавки городов, город как центр губернии, город-центр провинции, 18-го века город-центр уезда. И вот, мне кажется, по этому тема городской истории, она с темой регионов связана не разрывно. Теперь переходим, собственно, к докладу. Эпиграф. Он прозвучит очень символично, потому что именно сегодня, во второй половине дня, мне нужно будет возвращаться к себе в Саран. Итак, Фанусов, обращаясь к Софии, не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми, подали от этих хватов, в деревню, в тетке, в глушке, в Саратов, там будешь горе горевать, за пятцами сидеть, за святцами зевать. А знаменитые строки комедии Грибоетова «Горе от ума» неусмысленно указывают на то, что в период создания пьесы, то есть в 1820-е годы, Саратовский край воспринимался некоторыми современниками как отдаленная от главных культурных центров и слаборазвитая огранная провинция, своего рода внутренняя окраина Российской империи. С легкой руки талантливейшего поэта этот стереотип надолго и прочно прикрепился к Саратову, причем существовал как в миларной литературе, так и в публицистике. Даже часть местной интеллигенции находилась во власти такого представления, в связи с чем стремилась вываться из затхлой провинциальной среды, яркий пример это судьба Николая Гавриловича Чернышевского. Однако уже в начале 1880-х годов печать стала применять к Саратову гордо неофициальный титул «Столица Поволжья», бытовавший затем и в первые десятилетия XX века. Цель моего доклада выяснит причины и механизмы этой революции в образе города. Речь пойдет о прецеденте региональной столицы, которой некоторые специалисты понимают как попытку переноса в центр периферийной модели государственного устройства на региональный уровень выстраивания внутренней диктамины развития в рамках более узкого региона стран. Для достижения такого пусть и номинального статуса городу нужно было выйти на лидирующие позиции по нескольким ключевым показателям этой численности населения. Это экономика, благоустройство городского пространства, образование, культурно-просветительская сфера. Некоторые особенности процесса урганизации, происходившего в России в середине XIX века, а также субъективные обстоятельства, способствовали решению Саратов этой задачи. В течение нескольких десятилетий городу удалось практически во всех перечисленных выше аспектах опередить по темпам развития своих конкурентов другие по-олжских городах, прежде всего Казань, Самару и Астану. На протяжении 1830-1860-х годов Саратов не вызывал у современников впечатление чего-то выдающегося на фоне других центров юго-востока России. Травилоги и путеводители той поры в лучшем случае фиксируют внешнюю привлекательность его центральной части и многочисленность населения. Так художники-братья Чернецовы, проехавшие в 1838 году Волгу от Рыбинска до Астрахани, замечали, что Саратов в красоте своей важной торговли и числу жителей есть первый после Казани город на Волге. Они осматривали город с доминирующей высоты, с Соколовой горы и нашли, что отсюда он имеет превосходный вид. Широкие его улицы, здания, сады, все ясно как на плане и дает полное понятие о значительности города. Замечателен Александровский собор, писали они. Он украшен тремя портиками, кругом обсажен аллеями, большая часть домов прекрасно выстроена, при многих находятся в садах. В этом уже отзыва вторит путеводитель поломки между Нижним и Астрахани, вышедший в 1865 году. Саратов – многолюднейший город на всей Волге. Он кажется сжатым высокими горами, находясь как бы в котловине и поражает зрителя своей громадностью, растянувшись на 7 верст по берегу Волги. А вот Николай Иванович Костомару, находившемуся здесь в ссылке больше 10 лет с 1848 года, он не показался примечательным и в своей автобиографии историк не дал ему никаких характеристик. Невзрачное впечатление Саратов произвел и на посетившего Россию в 1858 году Александра Дюмаца, который отметил лишь чудовищные мостовые и грязные улицы. А самой интересной находкой для него стала встреча с соотечественничеством, эмигрировавшей из Парижа в Саратов. Тем не менее, в эти десятилетия происходили изменения, малозаметные современникам, но очевидные с точки зрения социально-экономической истории. Саратов уже в 1861 году опережал другие города Волги по численности жителей. В нем проживало на тот момент 83 тысячи человек, в Казани 59, в Астракане 44, ну и так далее по нисходящей. Он постепенно превращался в крупнейший торговый центр, а также следоточие обрабатывающей промышленности. Накапливаемые местным дворянством и купечеством средства, ресурсом муниципалитета позволяли постепенно модернизировать городское пространство, открывать новые инфраструктурные объекты и развивать сеть культурно-посвятительских учреждений. Так, в частности, в 40-е и 50-е годы создается деревянный водопровод, открывается Мариинский институт благородных девиц, а в 1865 году городское самоуправление строит новое каменное здание для театра. Внешние изменения неизбежно влекли за собой перемены в восприятии. И вот уже актер Давыдов, побывавший здесь в 1870-71 годах, писал, Саратов, хотя уже не был тем Саратовым, которым Фамусов пугает Софью, но все же он ничем не выдавался из общего типа провинциальных городов. Но город был все же красивый. Много каменных зданий, громадный базар, хороший городской каменный театр. 70-е годы 19 века стали временем, когда экономический и культурный рост Саратова ускорился благодаря двум факторам. В 1870 году уходится новая форма городского самоуправления, создавшая условия для более эффективной работы муниципалитетов. А в 1871 году начинается эксплуатация железной дороги, связавшей Саратов с Москвой. Новые условия позволили интенсифицировать развитие городской экономики, благоустройства и прочих направлений. Открывается уже централизованный металлический водопровод, создается городская больница, в дополнение к уже существующей еще однокрупной больнице. Осуществляется масштабная программа замощения улиц, возникают десятки новых начальных и средних учебных заведений. В 70-е годы XIX века Саратовская городская группа каждый год открывала начальную школу, а то и две. Совместными усилиями общества, государства и частных лиц основывается ремесленное училище, открытое приличным, так сказать, присутствием государя императора Александра Николаевича, реальное училище, женская гимназия Игоревича. Открытие железной дороги в 1871 году также способствовало опережающему развитию города. Самара была связана с Москвой этим видом транспорта только в 1880-м, Казань в 1894-м. Для Саратова это событие не только открыло массу новых возможностей экономического и культурного свойства, но и задало новые векторы развития городского пространства. Если раньше селительная территория и предпринимательская деятельность тяготели в Волге, где проходили основные грузопотоки, то теперь городская застройка устремилась еще и в направлении вокзала. Вот на этих планах, которые рисуют ситуацию в 1871-м году слева и 1890-го года справа, как раз видно, насколько уплотнилась застройка города между улицей Камышинская и тем местом, где появился вокзал в северо-завтурную часть Сарата. Это только первые 20 лет после открытия железной дороги. Мощное влияние открытия железной дороги на характер городской повседневности и в частности на контингент театральных завсегдатов зафиксировано в мемуарах актрисы Шуберт, служившей здесь в начале 70-х годов. Она пишет, что город оживился до неузнаваемости. Явились интеллигенты, инженеры, железнодорожники. До проведения железной дороги Саратов был мужицким городом. Преобладали торговцы, которые кулисами не интересовались, а теперь появились любители, ходившие за кулисы, вмешивавшиеся в дела. Социально-экономический рост и культурное развитие способствовали увеличению количества изданий местной периодической печати. К официозу, носившему стандартное название «Саратские губернские ведомости», добавились частные газеты, публицистические и развлекательные направленности «Саратовский листок» и «Саратовский дневник». Именно они, судя по всему, впервые в юбилей запустили поворот. Понятие об исключительной роли Саратова в регионе начали употреблять наименование «столицы побожьей». Наиболее раннее использование этого словосочетания зафиксировано выше, чем в 1881 году в музее местных журналистов Гусева и Холландского «Саратовец. Указатели-путеводительства Саратов». И с этого времени неофициальный титул регулярно встречается в путеводителях, газетных публикациях, мемуарах и других текстах. Он стал своего рода общим местом при упоминании или описании города. Создание образа столицы Балужи вытекало истребление местных жителей и подчеркнуть особость своего местных жительства противопоставить свой город соседним выигрышным в естественном свете, что можно считать одним из признаков качественной урбанизации этим проявлением процесса формирования локальной городской идентичности. Однако необходимо подчеркнуть, что применение этого титула скоро вышло за пределы локального мифа, поскольку он использовался и приезжими из других регионов. Так, в частности, проезжавший по Волге в 1890-е годы, автор нескольких путеводителей Василий Михайлович Сидоров описывает город в восторженных тонах. По казаху Саратов, нарядная столица по Волжье, разлегшаяся на береговом правом скате, поднявшей свои колокольни и дома в пёстом хаосе над Волгой, большой, красивый, живописный, с громадной торговлей, с громадным населением, молодой город, волжский красавец проплывает мимо и т.д. и т.п. Как видим, столичность проявлялась для современников многочисленности населения в размерах городской территории, и в этом смысле преимуществом Саратова был хороший обзор и с Волги, и с Соколовой горы, чего не было у многих других волжских городов, во внешнем благоустройстве городского пространства в количестве и качестве образовательных культурно-просветительских учреждений. Закрепление за городом в начале 80-х годов неофициального статуса регионального центра способствовало его дальнейшему возвышению и росту. С каждым десятилетиям репутация столицы Поволжья утверждается новыми крупными событиями, такими как открытие биржи, открытие в городе художественного музея имени Радищева в 1885 году, в начале 20-го века трамвайное движение, консерватория и так далее, причем почти ко всем новшествам относилось определение первое или одно из первых провинций. В совокупности со всеувеличивающимися масштабами внешнего благоустройства и каменной застройки эти достижения укрепляли город в его статусе, добавляли признаков столичности в облике. И вот уже известный философ и публицист Василий Васильевич Розенов, повывавший здесь в 1900-х годах, писал, в самом деле это столица Нижней Волги. Едва мы сошли на берегах, впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, общая оживленность, роскошнейший городской сад, полный интеллигентного людо. Все это что-то несравнимо не только с другими приволжскими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни, как Нижний Новгород и Казань. И вот, в конце концов, эта репутация стала работать на Саратове. И в конце 19-го, начале 20-го века уже мы видим, как некоторые объекты сознательно переносятся сюда, как сложившийся центр экономический или культурный центр Нижнего Воложья. Например, переносится в Саратов управление Рязанно-Уральской железной дороги и ставится на месте старого гостиного двора огромное многоэтажное здание управления. Ну, а в начале 20-го века правительство рассматривает проект создания еще одного десятого университета Российской империи и подает заявки в 10 городов, в том числе все города по Волжье, кроме Казани, где уже был университет, естественно, а черноземные центры Воронеж, Пенза и правительство, рассмотрев все заявки, останавливает свой выбор все-таки на Саратове. И так появляется Императорский Николаевский университет в 1909 году. Ну, вот все, что я успею по этому поводу сказать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Приходим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...